Теремок ТВ Теремок ТВ Что это? Помогите! Кончилась еда, ничевоки могут съесть Бимбо. Встречаемся у дома в полночь. Это же опять какая-то проделка каприски. А вдруг ничевоки и правда съедят Бимбо? Мы должны его спасти. Ладно, утром разберемся. Ой, до утра ждать нельзя. Может Бимбо у них на ужин? Ужин? В одиннадцать вечера? Взрослые все время так делают. Убедила. Пойду собирать еду для этих поздних ничевоков. Ура! А я возьму книжку сказок. На всякий случай. Ты колбасу не забыл? Краговская и докторская. И еще гороховый суп. А вот каприска где? Опять обманул. Вот сейчас обидно было. Что за привычка? Плохое о людях думать. Немедленно веди нас к Бимбо. Да отведу, отведу. А вы еду взяли? Все тут. А это что? Книжка? Нет, бутерброды. Пошли уже скорее. Ой! Ай! Ой! Ха-ха! А? Это кто? А это мои верные ничевоки. А что они тут делают? Тупят в соцсетях, мессенджерах, играют в видеоигры. То есть ничего. Они же ничевоки. Моя школа. 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 О, откуда в лесу вай-фай? А, это моя гениальная разработка. Ха-ха-ха-ха. Я открыл, что есть энергия лени. Каждому ничевоку я внедряю под кожу маленький аккумулятор. Он накапливает ленивую энергию. Затем эта энергия попадает в общий лени накопитель. И вот вам, и вай-фай, и подзарядка для гаджетов. Ха-ха-ха-ха. А что это за ленивая энергия? О, это великое открытие. Нобелевская премия. Я вам скажу по секрету. Если ничего не делать, то силы ни на что не тратятся. И вся эта нерастраченная энергия уходит в мой накопитель. Все гениальное просто. Но ведь это очень скучно. Все время ничего не делать. А кто сказал, что будет легко? Надо упорно тренироваться. Для моей пользы дело. Смотрите, как продуктивно ленятся. Эй, я пришел. Че трясешь? Ты кто вообще? Я? Я каприска. Самый главный тут. Прикольно, что главный. Ну и че ты лезешь с этой ерундой? Играть мешаешь. А вот я вам сейчас все отключу. Кто еще меня ерундой считает? Кому вай-фай надоел? А без вай-фая не так страшно, как кажется. Я вот несколько раз пробовал. Бимба. Ой, Бимба. Его, наверное, сейчас едят. Побежали. Собачка, давай с тобой поселфимся. Ну что ты за собака такая? Где твоя мимимишность? Потому что селфи – это тупо. Ой-ой-ой. Раз, говоришь, я собака, то типа умный. Мо-о-о-о-о-о-о. Не езжьте нашего бимба. Мы вам другой еды принесли. Ахахаха! Не нужен мне ваш бимбо. Он что, ципс или газировка? Вы, кстати, газировку принесли? Нет. Овощей всяких. Всего? Овощей? Я от мамки на вас съесть овощей. Это же так полезно. Я из дома ушел. И с тех пор ничего кроме газировки и ципсов не ципа. Хм, заметно. Каприска опять наврал. Бимбо, никто есть не собирался. Ага. Не собирался. Ну, подумаешь, прогулялись, друга навестили. Может быть, заодно ничегоками станете, а? По-хорошему. Мы ничегоками не станем. Я сейчас достану книжку и... А вот и не достанешь. Потому что я ее уже достал. Ты просто в мелкий баришка. Ну все, надоели мне разговоры. Тащите этих троих в нашу пещеру отчуждения. Посидят недельку, передумают и станут ничегоками как миленькие. Ха, 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 ха. Ну что, звонок маме? Сети тут нет, зато у нас есть Тыдыщ, свет Да, вот тебе и спасли, друга А нас кто спасать будет? Книжку каприска забрал Какая хоть книжка-то была? Кот в сапогах Читал в детстве, прикольная Кот там находчивый, с юмором Да, нам тоже находчивость не помешала бы Выход найти Выход всегда есть Надо просто лучше нюхать Туда, там конфетой пахнет Актуальное граффити Наверное, тут есть еще пленники Эй, пахнущие конфеты, выходите Не бойся, нас тоже каприска обманул Мы тоже хотим домой Мы не ничевоки Надо что-то такое сделать Отчего ничевоки, ни за что бы не сделали А я знаю, что Сижу за решеткой В темнице сырой Скормленный в неволе Орел молодой Орел молодой? Ну, это некоторое преувеличение Так-то я зрелый пес Стихи читаю вслух иногда А вы что делаете? Ничего И мне это так надоело Это так скучно И конфеты мне надоели Надоели! Они меня тут заперли за это Мы тоже конфеты Не очень Павел Валера А это моя сестра Наташка И наш друг Бимба Валерий, конфетоборец Вы конфетоборец? А пахнете конфетами Это я случайно наступил Очень приятно, Валерий Надо отсюда выбираться Прошу вас Просто я давно не качался Так-то я одной левой Эх, была бы у нас книжка Но она уничивоков У меня есть идея Валера, ты читать умеешь? Умел когда-то Но забыл как А мы вам напомним А в чем план? Хм А вот в чем Что бы я без тебя делал? Железяка ты моя страшная Кто бы меня без тебя слушался? О, кстати Надо бы покомандовать Эй, никчемный народ Пошли проведаем наших гостей А то вай-фай отключу Так-так-так Давай читай вот это предложение сначала К-О-Т Кот Кот в сапогах А, получается Я снова могу читать Тук-тук Тук-тук Есть кто дома? Валера, давай Такой правильный Ничивок стал Врёшь-поди Да мне даже врать ли? Ну тогда давай Задвигай камень Не охота мне Пусть вон они лучше Ха-а-а Вот теперь верю Наш человек Ленив И нелюбопытен Эй, вы Закрывайте А то сами знаете Чего отключу Бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай Отключили нам вай-фай Проключите нам вай-фай Вай-фай-фай-фай-фай-фай-фай-фай-фай Упал! Вай-фай упал! Упал! А? Упал? Упал! Что? Где моя кнопка? Она вон там Кот в сапогах Сказка Было у мельника три сына И оставил он им Умирая всего только мельницу Осла и кота Кота Я говорю Кота Сэр Сэр Что вы так громко кричите? Кто это? Кто-кто Кот В сапогах? Видите ли Дело в том Что мой приятель Попросил меня Его подменить Я кот Но без сапог Я из Чешира Здрасте Дело в том Здрасте Между прочим, одна из главных ролей. Но нам нужен был находчивый, хитроумный, ловкий. Вы ли ты и я? Ну, какое у нас техническое задание? Спасти моих друзей из пещеры, но... Видите ли... Люблю четкие и короткие брифы. Дай мне пять секунд, на подумай. Да, кстати, я уже говорил, что я первый в мире виртуальный котик. Могу так. Или вот так. Или вот еще как. Я мастер дополненной реальности. И у меня, кажется, есть идея. Ну-ка, замолчали все. Вот он, ваш вай-фай. А? Ой, не пора! Пока эта кнопка у меня, вай-фай вам гарантирован. Потому что кто тут главный? Кто любимый командир? А? Ты! Вот то-то! Ну, а у вашего любимого командира стащили очень важную вещь. Книжку! Про вай-фай? Практически да. Предатель Валера. Надо его найти. Поймать! А то вай-фай в опасности. И еще? Мне нужны... Твои ботинки. Это кеды. Бери. Одежду не отдам. А мотоцикла у меня нет. Это была шутка? Сделаю вид, что оценю. Ха! Кеды мне нужны, чтобы по лесу бегать. Не вопрос, бро. А теперь к делу. Значит так, нам не отвлекающий манер. А ты в это время вызываешь... Они приближаются. Ну что? Устроим им вечеринку. Вой-фай. 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 Валер! Эй, братюнь, покажись! Мы тебе вай-фачка свежего принесли. Полечись, бро. Я бы не выдержал. Я бы прибежал. Вот это сила воли. А может, у него другой вай-фай есть? Другой вай-фай? Смотрите. Валерийны кеды. А Валерии в них нет. Зато в них есть я. Ты котик? Точняк. Первый в мире виртуальный котик. Виртуальный. И у меня к вам есть персональное предложение. Могу я к вам обращаться, скажем, друзья мои? Отлично, друзья мои. Я представитель онлайн-игры «Найди котика гол». Сыграем. Вой-фай при вас. Ага. Тогда погнали. Котик! Правила простые. Найди котика. То есть меня. Да. 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 Я вам сейчас всё поотключаю! Вот, вот! Три раза отключил, всё! Нету у вас больше вай-фая! Не шуми! Котика испугаешь! Тут не до твоего вай-фая! Вай-фай не главное! Вон, котик! Фоткай скорее! Котик! Эй! Ну вы чё? А как же я? Ваш любимый командир! Кажется, отвлекающий манёвр удался. Теперь основной этап спасения. Вызов пеликана. Пеликан отодвинет камень и спасёт моих друзей из плена. Да это понятно. Ай! А вот зачем коту мои кеды? Непонятно. А мне бы они, ой, как пригодились. А сам с собой ты зачем говоришь? Понимаешь, это такое преодоление травмы одиночества. В пещере пришлось научиться. Но скоро я, ну то есть мы, освободим друзей и наговоримся с ними досыта. В этой сказке, кот в сапогах, есть людоед-великан. Надо про него прочитать, и тогда он появится и отодвинет камень. Понимаешь? Да, вот это место. Тем временем кот отправился прямо в замок людоеда. Людоед сидел за большим столом. О нет, только не говори мне, что ты и есть великан. КОНЕЦ Ай, ты чего? Я тренируюсь. Если на нас нападет кто-нибудь, то я его вот так напугаю. Ужас какой. Простите, я бы был впечатлен. Хватит сидеть и ждать спасения. Надо хорошенько исследовать пещеру. Здесь должны быть клады и сокровища. А я за. У меня на сокровище нюх. Вы уж извините. Бесполезно. Деньги не пахнут. Но мысль интересная. Вперед, то есть вглубь. Что случилось? Он меня пугает. Это ты меня пугаешь. Кто? Я? Простите, а вы собственно кто? Позвольте представиться, я библиотекарь. Добро пожаловать в читальный зал. Читальный зал? Куда? 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 Стойте. Вайф, фай. Отключу. Вайф, фай. Вайф, фай. Вайф, фай. Попал себе. Вайф, фай. Как ты делешь? Найф, фай. Вайф, фай. ize- Jegis. Вайф. 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 Вы всегда побеждаете! Пофоткаться, это я люблю! Я вообще герой социальных сетей! Как насчёт свежего мемасика? Зацени мемас! Сейчас перешлю! Огонь порвало в клочья! Сейчас обратно перешлю! Эй! Вы чего? Достал час решительной битвы! Хватайте его! Всем пока! И чмотки в этом чате! Читальный зал? А как же клады? Сокровищ не будет! Ничего ты не понимаешь! Книги и знания! Это и есть главное сокровище! Можно самим позвать кого-нибудь из книг! И вы уж простите, не ждать помощи Валеры! Да! Вот только полки-то пустые! Кого-то мне эти люди напоминают! По моему скромному мнению, здесь изображён каприска! Точно! В разной одежде! Хорош! А лицо одной тоже! Смотрите! Одна книжка всё-таки осталась! Фух! Названия нет! И внутри одна страница! А! А! Тут написано! Не читай! А то будет плохо! Хм! Смешно! Напишут всякие глупости! Зачем ты это прочитала? А! Прочитали всё-таки! Ну ладно! Придётся включить режим плохо! Только чё-то ли вы всё плохо! Осталось две минуты! Поехали! Эй, люди! Наташа! Паша! Вимбо! Это я, Валера! Сейчас я вас спасу! Валерия, пожалуйста! Ну, есть идея? Как тебе опять стать великаном? Да! Тут надо подумать! Извините, что вмешиваюсь, но не могли бы вы думать чуточку быстрее? Времени нет думать! Сейчас станет всё плохо! Когда на меня давит, я вообще ничего не соображаю. Помолчите пока, а? Ха! Придумал! Когда я ходил к психотерапевту, мне помогли разговоры о моём детстве. Эй, там, который вежливый, поговорите со мной, как будто вы взрослый, а я ребёнок. А ну что ж, попробуем. Тебе это нельзя! И вот это тоже нельзя! И это тебе рано! Ты ещё маленький! Ну-у-у! Я не маленький! Ура! Получилось! Кажется! Ну, кого тут спасать? Времени снимок. Теперь всё плохо! Ах! Как хорошо! Получилось! Ах! Ура! Ах! 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 Субтитры подогнал «Симон»